Совет на любовь. Счастья вам, благополучия. Не забывайте нас. Фильм о любви. Фильм о любви людей, которые по отношению к себе любви никогда не испытывали. Для меня этот фильм про любовь. Про искреннюю, чистую, самую настоящую любовь. Главные действующие лица этого фильма – люди, от которых в детстве отказались. Отказались еще в роддоме по причине того, что ребенок появился на свет с инвалидностью. Когда я это увидела впервые в жизни, для меня это был шок. У меня было непонимание, чем они хуже, почему они живут в многоместных палатах, почему еда у них три раза в день, и никто их не спрашивает, что они хотят есть. Никто их не спрашивает, какое у них настроение. У них есть распорядок, таблетки и так далее. Я сделала как будто солнце, но получится луна. Несмотря на то, что они в домике, как наш герой пошутил, мы как-то играли с ним, ну, какая-то была игра, я сказал, я в домике. А он сказал, а я в дурдомике. Несмотря на то, что они, по их мнению, в дурдомике, они свободны. Свободны именно потому, что они способны любить. И фильм строится на наблюдении за тем, как эти люди пытаются построить свой быт. Хотя, в принципе, никогда вот этой модели жизни они не видели, и как вот они пытаются построить свою жизнь с нуля. Мне очень помог мой оператор Ян Есинский, который в какой-то момент больше, чем я, вошел в жизнь этих людей и стал, может быть, даже больше их другом, чем я. И они больше открылись даже ему, чем мне. И допустили его до каких-то вот интимных моментов в своей жизни, когда Таня моет Лешу, что для меня необыкновенно важно, как для режиссера. Они пустили меня, они абсолютно на меня не реагировали. Они просто доверились, что это будет снято. Ну, что это им не будет стыдно. Может быть, они недостаточно развиты с точки зрения образования, вообще с точки зрения, ну, есть отставание в развитии, но зато они сохранили вот это вот какое-то детство в себе. Вот этому надо поучиться. И умение любить, и быть ребенком. Быть искренним. Так или иначе увидишь, как эти люди относятся друг к другу, хотя никто их не учил, никто им не показывал примеры, никто им не говорил, как надо. И даже школу они не закончили. Но они любят так по-настоящему, так чисто и бескорыстно, что мне после вот этого хочется жить. И я думаю, что зритель, киноман он или не киноман, обычный человек, я надеюсь, что ему захочется жить, захочется любить, захочется подарить какую-то часть себя, часть добра, своего внутри тепла. И, в общем-то, для этого мы делали этот фильм. Еще четыре года назад у меня было ощущение, что большинство фильмов, которые я смотрела на фестивалях, это были фильмы о маргиналах и людях, в общем-то, дна. Сегодня, мне кажется, эта ситуация меняется. Я прихожу на фестиваль, смотрю фильмы, которые заставляют меня задуматься. И мне кажется, что российская документалистика, в общем-то, двигается в каком-то правильном направлении, светлом. Для меня было открытием, вот когда мы сделали последний фильм «Данный взамен», мне пришло довольно много писем по интернету. Я в этот момент поняла, что это поменяло не только меня, мою группу, каких-то моих друзей, а поменяло еще много людей, которые так или иначе где-то увидели этот фильм. Так в жизни получается, что мы живем вдвоем с мужем, и все. Можно заводить кошек, собачек, ездить отдыхать. А можно вот полюбить ребенка, взять ребенка, и отдавать ему всю эту свою любовь, которая в тебя скопилась годами. Документальное кино – это сгусток совести и чести страны, общества, в котором живет документалист. И мне кажется, нам важно оставаться честными по отношению к себе и честными по отношению к тем, о ком мы снимаем и для кого мы снимаем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok